Активный предприниматель Напоминаю, что нас можно не только слушать, но и смотреть Заходите на наш сайт silver.ru Для ваших комментариев используйте наш ватсап Плюс 7903-7976-333 Ну и, конечно, традиционный момент, который является звездным часом Идите Мошен, он для этого, в принципе, приходит на радио Я напоминаю вам про существование телеграм-канала Активный предприниматель Да, ты это сказала, друзья Подпишитесь немедленно, чтобы не забыть И следите за анонсами Пишите ваши вопросы нашему гостю, если они возникнут Ну и, конечно, ваши комментарии Кого бы хотели увидеть в гостях Или какую тему, может быть, разобрать И будем рады слышать ваши истории Вдруг ваша история победит И мы пригласим вас на радио Я немножечко вклинюсь Ты, Илья, конечно, не сдерживаешь себя Но побереги перепонки наших слушателей Потому что вот сейчас было, да, эпохально Мне очень нравится, ты знаешь, что спустя год работы Я начал вникать, так сказать, в тонкости и нюансы радиовещания Мы сегодня будем вникать в тонкости маркетинга И тема разговора заявлена, как, собственно, как Маркетинг может убить бизнес и нервы Ты хочешь начать с этого вопроса? Я предлагала пойти по стандарту И поговорить про, для начала, в качестве визитной карточки Про предпринимательский опыт Степана Первый предпринимательский опыт Как занесло? По любви или по залёту? Не, ну, по залёту, конечно Мне не было выбора Пришлось стать предпринимателем Чтобы заработать деньги И сейчас очень интересная тема Какая-то мода на предпринимателей Особенно молодое поколение подрастает Они все хотят быть предпринимателями Это, кстати, правда, да Не все, а прям большинство Очень они этого всего хотят И вокруг очень много этих вот разговоров А вот мне хочется чего-то своё Они вот, вот такие формулировки Хочется что-то, чтобы было своё Я вот всем даю один и тот же совет Пока у вас есть вопрос Быть или не быть предпринимателем Не надо быть предпринимателем То есть туда надо идти только тогда Когда вопроса нет и выбора нет Ну расскажите свою историю Как так, что произошло Что у вас, собственно, отпал этот вопрос? Уолю с работы делал, что умел Я работал в рекламном агентстве Умел заниматься интернет-маркетингом Как уволили Начал заниматься сначала Как такая вот частная практика Как какой-то такой консалтинг спокойный А потом, ну, видимо, я хорошо делал Клиентов становилось всё больше Сил у меня становилось всё меньше Надо было нанимать людей Бам-бам-бим-бим И пять лет понадобилось для того Чтобы первый раз войти в топ-10 О, прикольно Да, достаточно быстро получалось Слушай, получается Достаточно быстро выросло Ты когда, ну, у меня один из звездистов Примерно очень похожий был Я работал когда менеджером И отдел расформировали И вот как-то так занесло А когда вот ты понял, что у тебя это получается делать И понимал, что надо расти Ну, ты же мог сделать выбор Не нанимать команду, да А остаться там так же фрилансером, например Ну, может быть, чек поднять Или что-то ещё Скажем так, меньше геморроя бы было Вот здесь какие, может быть, страхи были Какие сомнения нанимать команду Не нанимать И с какими трудностями столкнулся Когда стал вот команду формировать Ну, это такой достаточно комплексный вопрос Страхи Я думаю, что все те страхи Которые у меня были в тот момент времени Я сейчас их не могу даже переварить Потому что, как правило Мы свои страхи задним там Задним в зеркало заднего вида видим Поэтому казалось, что страхов нет Типа надо фигачить Хотя, конечно, наверняка они в тот момент были А я сейчас их нормально и сформулировать не смогу Но могу что сказать, что я не обращал на это внимания То есть у меня там не было психотерапии какой-то Параллельно Редкий случай по нашим временам, да Ну, я в целом небольшой фанат Для того, чтобы не заниматься психотерапией Я пошел в образование просто получать психологическое Так оказалось гораздо эффективнее Вот И пока учишься, каждая лекция психотерапия Поэтому Я помню, что я не был зациклен там, да На этих страхах Просто как бы шел вперед Было интересно То есть когда предпринимательство в этом плане Похоже на игру какую-то Оно сильно-сильно легче Вот этот тезис о том, что люди эффективны, когда играют Мне очень нравится Поэтому я не заморачиваюсь У меня ничего не висело сильно на кону Мне в какой-то момент там Не душила разница в доходах Относительно моих успешных предпринимателей Я знаю, на многих это давит Они смотрят социальные сети Видят фотографии успешного успеха И тоже очень туда сильно хотят А мне как-то вот интересно было все строить Есть Видео с моим выступлением в Яндексе Когда я рассказывал, как я выходил из операционных процессов Потому что я помню, что когда я начинал бизнес Открывать Мне очень сильно повезло Я учился управлению процессами и проектами У Влада Сироты До того, как я открыл компанию И изучал именно вот менеджмент Это очень сильно помогло Когда я открывал бизнес Именно знания в менеджменте Потому что многие открывают свои компании Разбирая специфики, которые Завязаны в бизнес А у меня были Пусть и теоретические на какой-то момент времени Но именно вот Знания именно о менеджменте Вот как бы ни о чем более Это невероятно сильно помогало И у меня была такая цель Я помню, как сейчас еще до открытия компании Я слушал на конференции Доклад одного интересного товарища Который Дэнди торговал в 90-е И он сказал такую фразу Что если типа ваш бизнес Кроме вас никому не нужен Но он и вам тоже нафиг нужен Собственно говоря Поэтому когда я пришел Что будет компания Я понял, что ее надо таким образом делать Чтобы она потенциально была от меня отделимой Она даже изначально не называлась У нас название было Там мастерская Степана Зайцева И мы от этого отошли Хотя много есть вот этих вот моментов Что надо, чтобы имени Личный бренд Да, да Все это называлось Но вот настолько как бы Отделимость стояла как цель Что я почти все время строил Вот свою компанию И чтобы была возможность работать без меня Возможно мы могли бы быть больше по размеру Если бы я так не делал Но получилось то, что получилось Сейчас там я не в операционном управлении Своей компанией нахожусь А сейчас сколько? Команда сколько человек у тебя? Около 100 человек у нас сейчас работает В группе компаний У нас несколько И да Кстати по поводу найма Та же история Когда ты строишь бизнес Вот именно как систему Которая может существовать без тебя Ты не можешь обойтись без людей Поэтому у тебя не стоит вопрос Как бы нанимать, не нанимать У тебя просто стоит вопрос Точно нанимать Потому что как иначе Это все будет функционировать И у меня была прям целая табличка В которой было написано На разные там бизнес-процессы Сервисные процессы И стояла фамилия лидера И сначала в этой табличке Везде было написано Зайцев А потом я просто вычеркивал Ну то есть типа Нанимал людей Передавал процесс Нанимал людей Пока не вычеркнул практически все Но в итоге я все вычеркнул Но вот это прям вот у меня Экселька такая была В которой я зачеркиваю Поэтому в найм ты идешь Когда понимаешь Вот зачем Слушай, а экселька Это с точки зрения Как раз Ну ты круто сказал Про управленческие компетенции У нас большой блок образовательный Мы работаем сейчас И в том числе И с крупными компаниями И действительно Вот если предприниматели Которые начинают Там не управленческих компетенций Не считать финансы Там столько Вообще В области незнания И удивительно Когда человек Действительно понимает Управленческие компетенции По факту Наверное Тебе могло избежать Куча-куча ошибок Наверное У нас У нас на кухне В офисе На стене Вот этими Знаете Неоновыми буквами Которые светятся Когда свет включаешь Написано Ошибка уже совершена Только мы еще Ну а дальше Продолжение Просто написано Ошибка уже совершена Осталось только понять где Она Она совершена И у меня мерч есть И у меня футболка есть Тоже с такой надписью То есть как бы Много ли я совершил ошибок А она уже точно совершена Прямо сейчас Вот Только я еще не знаю где Потом разберемся Через полгода Слушай ты прикольно сказал Что действительно Сейчас успешный успех Образ предпринимателя Люди не понимают Какой трендец их ждет Да И вроде свое хочу А когда свое сталкиваются Думают Не лучше бы на дядю Там хотя бы выходные есть Да и в 6 я свободен И ты говорил Ты делал свое дело Просто не смотрел Не обращал внимания На вот эти все успешные картинки Получается Вообще не было Там каких-то целей расти Дело и дело Можно вырасти И попасть в топ Не ну цель расти Была Просто вопрос Весь стоит Периотизация этих целей Ой Одна из Прямо я аж вдохнул Одна из больших Ловушек Тех кто сейчас Занимается предпринимательством Это Значительная фиксация Личных приоритетов На задачах бизнеса А мы человеки У нас есть кроме бизнес деятельности Другая деятельность Там семья Дети Здоровье физическое И Вот Я часто на лекциях говорю Что Целеполагание Это как загадывание Желаний В фильме ужасов Американскому деджину Загадывают желание Он его исковеркает Обязательно И вот Многие предприниматели Загадывая деньги Они в итоге получают Деньги Но это исковерканная штука Как бы Ладно Нет Есть еще умные предприниматели Не загадывают деньги А некоторые загадывают оборот Чтобы оборотом охвастаться Но это вообще Как бы фейл Там денег может не быть Никаких Правильно формулируем Запрос вселенной Сейчас очень модная Эта тема Знаете У тех ребят Которые торгуют на маркетплейсах Они Они меряются С другом Показателем чистой прибыли Но Это Чуть-чуть такая Финансовая хитрость Они называют деньги Которые Еще не пошли В закупку Следующей партии Товара Они говорят Сколько у тебя чистой прибыли Ну вот столько Там Несколько сотен миллионов А сколько у тебя дивидендов А их нет Ну то есть Поэтому Если Типа предприниматели Которые деньги себе Загадали на карман То еще ничего Но можно проиграть здоровье Можно проиграть Счастливую семью Можно там Много чего в жизни проиграть Поэтому Я наверное Не тот человек Кто Поставил там Финансовое благосостояние Во главу угла Что позволяет Там И Выглядеть неплохо На свой возраст Там И Супругой мы 22 года Отметили вместе Недавно Что тоже Для моего возраста Большая цифра Для слушателей Скажу мне 38 лет И Не хочется Как бы В одном месте Выиграть В остальных Поиграть Поэтому Баланс такой Слушай прикольно А ты говоришь Лекции Ты где-то лекции читаешь Да Я много где читаю лекции 8 лет Я уже преподаю Это какое-то Мое творчество В моем личном Там Списке задач Я тоже Мы все организованы В диджиталин Ну вот У меня есть Таст-трекер Для личных задач У меня преподавание В разделе творчества Я преподаю В разных университетах Государственных Плешко МГУ Вранхикс Иногда читаю лекции Я преподаю Несколько лекций Сколково читал Ну вот Я нигде не преподаю Как какой-то Вот регулярный Преподаватель Который Обязан Да Там преподавать Обязательно Потому что Хочется свободы Но иногда Возникает Такая Знаешь Прямо нужда Я пишу В университет Какой-нибудь Ребята Очень У меня есть потребность Прочитать лекцию Они такие Сейчас мы организуем Специальную какую-то штуку Потому что Прямо вот Давит Объем информации И его надо Ну куда-то вот Канализировать Это и есть Да Я много-много преподаю Слушай Вопрос у меня еще Про операционку Потому что Наверное ты Из немногих Единиц людей Которые Как ты говоришь С поглизнию выйти Потому что Ну первый вопрос Надо сначала в нее войти Во-первых Не, ну это Шутка неправильная На самом деле Я бы по-другому Ее интерпретировал Я знаете Как Все говорят Войти в операционку Но никто не объяснит Что это такое Войти в операционку Никто же не говорит Как это надо сделать И А сразу Какой-то образ Мы же все визуализируем Кажется Как будто Надо суетиться Вот Когда люди говорят Войти в операционку Типа на телефон Поднимать трубку Ну с таким видом С хмуренными бровями Значит Со всеми переписываться Да Типа ты в операционке Но я скажу Следующий критерий Я скажу так Собственник в операционке Когда у него Есть КПА И он за них Отчитывается Вот тогда Собственник в операционке Потому что У него появляется Обязательно Ну я например Перед партнерами Отчитываюсь Ну то есть типа Я кстати сейчас Не в операционке Я раз В три месяца Делаю отчет Это называется Отчет хорошего партнера Чем я занимался Какую пользу Бизнесу принес Ну как бы Несмотря на то Что я Операционных функций Никаких не выполняю Потому что Большинство предпринимателей Они вот где-то Вычитали В каких-то постах Что это какая-то Свобода Предпринимательства И они не хотят Себе правил Ответственности сделать Операционная деятельность Это организованная деятельность И Один из важнейших Критериев Организованной деятельности В компании Это наличие КПА У собственника За которую он отчитывается Но Прикол в том Что он Где-то их сам себе Втихаря ставит Значит Эти КПА В глубоких размышлениях Значит Попивая кофе В формате Ну Было бы неплохо Вот такую чистую прибыль В этом году Сам себе Прощает Недостижение Значит Сам себя хвалит За перевыполнение Но это не какая-то строгая Это должен быть Внешний коммит Я когда вот Сео компании Был своей Я делал отчет Сео Раз в квартал В том числе Как КПА Движется Просто вот Что у меня происходит Потому что Войти в операционку Это вот это Это Обвесить правилами Организации деятельности Свою работу В компании И Соблюдать Это Это Не суетиться Это Не ходить на встречи Наоборот Кстати Можно быть в операционке И не сильно ходить на встречи Как раз таки В менеджменте Все очень просто Чем больше ты работаешь Тем хуже ты менеджер Тем хуже Ты все организовал Потому что Если мы вспомним Теорию ограничений То мы вспомним Что как бы Ограничения Всегда в одном месте То есть Слабое звено И узкое Бутылочное горошко Может быть Только одно А это значит Что важная задача Которую ты Своей собственной Личной энергией В компании Должен расшивать Она только одна В единицу времени Главное как бы Найти Где она На самом деле И где ты сейчас Суетишься Создавая симуляцию Борной Бутылочное горлышко А просто типа Суету какую-то Создаешь А где ты Действительно Тебе приносишь Пользу бизнесу Вот можешь ли ты Найти это Бутылочное горлышко Следовательно Важное дело Всегда одно Его надо найти Если ты делаешь Только важное дело То прикиньте У тебя всегда Одно дело Ну то есть Получается Вот эти все разговоры И сюрприз Здесь надо было сказать Да Сюрприз Как бы Его как правило Можно сделать Вот тоже Оно типа Не бином Ньютона Я еще ни разу Не встретил Там бутылочное горло Нужно космический корабль Строить Как правило Это 1С Надо внедрять Как правило Это связано С внедрением 1С Потому что Бухгалтерия У меня есть Какой-то опыт Тоже там Желание Приобретать Другие компании И смотреть Их отчетность Финансовую И очень классно Когда вот Бизнес Показывает тебе Финансовую отчетность Ты видишь Что сделано Очень криво Просишь переделать В нормальном шаблоне И они от тебя узнают Что они убыточные А до этого они не знали Такое бывает Но я к тому Что войти в операционку Это не равно суетиться Это в первую очередь Себе поставить KPI И вот Если интересно Как надо SEO Правильно поставить себе KPI Я тоже могу Конечно Интересно Расскажите Вообще Слушай Я посмотрел там канал Ты что-то делишься Куда подписаться Чем ты делишься Я веду канал Значит В Telegram Он называется Оптимизм предпринимателя Потому что я Такой позитивный Оптимизм предпринимателя Если вы подпишетесь Мне будет приятно Делюсь просто Каким-то своим опытом Там Своими впечатлениями По поводу KPI SEO Мне очень нравится Когда KPI SEO Описаны с четырех сторон И самое лучшее упражнение Для владельца компании Чтобы сделать KPI SEO Это представить себе Что ты нанимаешь SEO Как бы ты Сделал бы KPI Для наемного SEO И каждый раз Сыграть следующую игру Представь себе Что ты нанял SEO И на год отошел А потом вернулся И что-то испортилось Да Чему ты будешь не рад И вот когда делаешь Такое упражнение То получается Что можно все KPI Паковать в какие-то Четыре конструкции Первая На мой взгляд Это ценности Мы как предприниматели Мы хотим извлекать прибыль Какую-то пользу Принося рынку Каким-то хорошим продуктом С какими-то определенными Нашими ценностями Создавая бизнес Мы что-то закладываем Как ценности И вот представьте себе Что вы наняли SEO Он достигает финансового результата А ценности нет Но нарушил какие-то ваши ценности И вы недовольны Что это случилось А можете их описать А какие вот можно нарушать А какие нельзя Просто напишите Там скорее всего будет Четыре-пять слов Ну то есть ничего больше Но их формализация Уже значительно помогает Получается Они зашиваются Красной ниткой Вообще всю деятельность Ну для нас ценности Это нулевое KPI В нашей компании То есть они по умолчанию Всем сотрудникам относятся И можно хорошо работать И можно хорошо работать Но несоблюдение ценностей Это не окей Так вот Первое что нужно сделать Сформировать вот эти вот ценности Ну например Вот мой бизнес Это рекламное агентство Да И у нас одна из важнейших ценностей Мы не занимаемся рекламой Продуктов Которые обманывают ожидания клиентов Ну или продуктов Которые незаконные деятельности Это звучит очевидно Но на самом деле Рынок разный Для нас это очень принципиально важная позиция Потому что кстати Очень часто бывает Что у бизнесов Обманывающих ожидания клиента Большие бюджеты рекламные Мы бы наверное могли больше зарабатывать Но я был бы несчастлив Как владелец этой компании Поэтому вот нет такой позиции А радиоэфиры продаете? Радиоэфиры продаете? Такого кейса нет Значит Много есть там моментов И сильно все не будут описывать Чтобы в споры какие-то там Не впускаться Ну вот я просто как личность Какими-то там свойствами обладаю И в бизнес их перенес Второй блок KPI SEO Это конечно финансовый Финансовый KPI Значит Чистая прибыль Или там Рост выручки Какой-то темп Рост компании Капитализация компании Если мы говорим о какой-то IT Или выход там Кто-то хочет на IPO выходить Капитализация важна Финансовый KPI Каким-то образом надо описать Третья группа KPI Это продуктовый KPI Мы делаем какой-то хороший продукт Опять же Представим себе ситуацию Вы владеете компанией На год отошли Через год вернулись Финрез выполняется А продукт испортился Вот вы счастливы Или несчастливы Вы как будете смотреть Типа На все спустя рукава Или радоваться Поэтому наверное Когда мы говорим Продукт Это продукт деятельности Да Я прямо сейчас Перейду пример на нашей компании Вот например Мы рекламное агентство Мы оказываем там Рекламные услуги Там По настройке интернет-рекламы Нашим клиентам У нас есть два Очень важных KPI На которые мы обращаем внимание Первое Это NPS Очень просто Просто доволен ли клиент Нашим сервисом А как замерить? Ну NPS Оцените по 10-балльной шкале Пожалуйста Как вам с нами работается Вот У нас это отдельный процесс Он как бы выстроен так Чтобы Ну Опрашивают Опрашивают не те Кто ведут проекты Потому что бывает Что там Человеку уже искренне не скажут Отдельный человек обзванивает И у нас есть следующая штука Когда С нами работает рекламодатель Он нам выстроит Какие-то KPI И мы можем потом понять Выполняются KPI Нашего клиента Или не выполняются Поэтому у нас есть Продуктовый KPI Который называется Процент выполнения Клиентских Там задач Клиентских KPI И я знаю Какой у меня в компании NPS Сколько процентов KPI Мы выполняем Рикольно Эта штука Раз в квартал Динамически отслеживается Стало лучше Или стало хуже И таким образом Мы смотрим Я понимаю Насколько у меня Качественный продукт В моей компании Потому что очевидно Когда нетворкаешь В какое-то мероприятие Приходишь Очень не хочешь Чтобы тебе в лицо Сказали Мы с вами работали Мы просто кончены Вот Вот такого неохота Если честно Поэтому Следим сильно За продуктовыми KPI А давайте мы продолжим Этот разговор Через несколько минут Друзья Степан Зайцев В гостях У Серебряного Дождя Книга подарок Основатель агентства Кит Солер Илья Тимошин Дарья Гордеева Мы скоро продолжим Активный предприниматель Программа Активный предприниматель Илья Тимошин Дарья Гордеева Степан Зайцев Основатель агентства Кит Солер У нас в гостях Очень интересный разговор Там группа компании На самом деле называется Я неправильно написал Да, в принципе Видеотрансляция На нашем сайте Silver.ru Ну и для ваших вопросов Ватсап Плюс 7903 7976333 Не наша книгу принес Я ничего не понимаю Про чего она Друзья За ваши вопросы У нас традиция Гость принес с собой В подарок книгу И подарит ее Ну, кстати говоря Наши слушатели Обращают внимание Очень внимательные Кстати говоря Слушатели С хорошей памятью В отличие от нас с тобой Напоминают Что мы Не дарили Нет Что мы хотели Делать Вообще отдельный эфир По развитию Собственного бренда И слушатели Кпи связанные И 360 Хорошие Объемные И вот Войти в операционку Да, это взять Все это Под контроль И создать Excel Ты везде лидер А потом себя Выписываешь Как выписываешь Все готово Кайф же, да? Да, а что с брендом Теперь про бренд Мне нравится Следующая конструкция А для чего? Ну, то есть Как правильно С чего начать? Оно возникает вопрос А что вы будете делать? Когда это у вас будет? Я тоже вот у себя В телеграм-канале писал Что правильная дорожка До цели До точки B Она даже как бы Определяется Не точкой B А тем, что За точкой B Точка C, ну да Да, за точкой B Что за этим происходит? Если вы Личный бренд Строите для того Чтобы, условно говоря Там мерч продавать Какой-то там Футболки выпустить С собой и так далее Это одна конструкция Если там Самолюбие потешить И лайки собирать Другая конструкция Если это ваш бизнес-инструмент Это третья конструкция И вот Начать работу С личным брендом Нужно С определения того А что вы будете делать После, когда успех Потому что Ответ на этот вопрос Очень сильно Влияет на стратегию Чудовищно Чудовищно Сильно Окажет влияние На это Плюс Вторая составляющая Здесь У всего есть Несколько граней Это, конечно Свойства личности Потому что Вот, например Мне по долгу Службы Нужно какое-то время Уделять Тому, что сейчас Называется Личный бренд Хотя Мне не нравится Эта конструкция Личный маркетинг Но Я, например Про себя понимаю Что вот Я как личность Хорошо работаю В живом общении То есть Мне нужно Куда-то идти На конференцию Выступать Нетворкать И это как бы Путь Который Где просто Мое КПД выше А кому-то Надо ввести Социальную сеть И Его КПД Выше будет там Поэтому Второй фактор На который нужно Вам обратить внимание Кроме целеполагания Это Просто Вот Ваши какие-то Эффективные Эффективные Деятельности Которые тоже Определить стратегию Где Как Чего Чего В последнюю очередь Нужно слушать Это слушать Каких-то Консультантов Пиарщиков Предлагающих Готовые решения То есть Которые говорят Ой А вот Вам точно Надо это Да никому Точно Ничего не надо Слушай Я пообщался С вагоном Трешки Таких консультаций Вообще Не попадают Чикристы Как я живой человек Уку Алло А еще же Можно на этой же Деятельности И сгореть Потом просто занимаясь Личным брендом Потому что Ты себя потеряешь Станешь соответствовать Образу и Конструкции порушатся Где-то да Может тролль начать давлеть А где-то может просто Не получаться И Жизнь может превратиться В следующее Какой-то там Пиарщик говорит Вот это дело Это дело Ты не хочешь это делать Это дело Потому что Тебя заставляет А не потому что Понимаешь Что тебе это надо Ровно по той причине Что заранее не подумал О чем я сказал Сначала А зачем тебе Все вот это И Какой стиль тебе Свойственен Как максимально эффективно Слушай ну вопрос еще У меня вот много И про команду И про партнеров И как выйти из операционки Но вот мне все-таки Сейчас про мотивацию Во время рекламы Я спросил Степана Есть ли моменты Когда вот ничего не охота И что делать Да Таких моментов нет Вот Действительно здесь Хочется понять В чем ты видишь Здесь может быть Удерживание этого баланса Ну Я да Скажу что У меня нет ситуации Когда я вот То что называется Выгорание Не знаю Что это такое Почему-то Я думаю Что это постоянный Рабочий процесс Над тем Что принято Называть Вот Общим словом Осознанность На сегодняшний день Мне Я не эксперт Я не психолог Не доктор Но мой опыт Говорит о том Что человеку тяжело Тогда Когда его ожидания От реальности Не совпадают Не совпадают С реальностью Но ожидания От реальности Мы формируем В итоге сами Под влиянием Ли окружающих Контента Который мы смотрим Или еще Каким-то образом Но это наша Зона ответственности Наше ожидание От реальности Как говорил Известный футболист Ваши ожидания Это ваши проблемы И он прав И он в этом вопросе Действительно прав Я как и все Делаю простую гигиену Веду дневник Куда выписываю Какие-то там Свой шум из головы Раз в год Ставлю цели себе на год И рефлексирую Там какой-то Ну новогодние праздники Для этого идеально Мне кажется Нам дали 10 дней Для этого Но вместо того Чтобы заниматься рефлексией Ну мы занимаемся не тем И это мне помогает Как бы калибровать Мои ожидания Вот от реальности И еще очень важно Мне кажется Очень важны друзья Все-таки человек Социальное существо Очень сильно Социальное существо Предприниматель Ходит в бизнес-клубы Для мастер-майндов Мне очень повезло Просто как человеку Господь помог И у меня есть Хорошие люди Рядом со мной Кому я могу Просто вот поделиться Рассказать все как есть Кроме того Что под NDA Как вы понимаете Это рассказывать Никогда нельзя Но обычно Там и нет проблем Там и нет проблем И вот наличие Вот таких вот Близких людей Кому можно Поделиться Это невероятно важно Что в семье Что в окружении И мне кажется Это такой Бронекостюм От выгорания Друзья Друзья и семья Что Ну невероятно Потому что Если бы я оставался Вот Наедине С какими-то Своими мыслями Долго Ну это я не знаю Как это может С этим справиться Действительно Да горишь А когда ты знаешь Что вот Регулярно Вот раз в неделю Ходил в баню Мы же в баню ходили Я вспомнил Точно Вот Я думаю Где я тебя видел Не можем забыть Я смотрю до сих пор Это ценно То есть Просто чтобы Ожидание с реальностью Вопрос еще возник Как раз ты говоришь Про клубы Про развитие Много тоже говорят Что предпринимателю В принципе Надо регулярно развиваться Потому что В принципе все меняется Компетенции Их набор И так далее А развитие Ну бывает разное Бывают там Форумы наставниче Есть какие-то наставники В конкретных отраслях И ты индивидуально работаешь Есть форумы Когда ты вот в клубы Какие ты приходишь Об других подумать Из других отраслей Вот у тебя Какой трек развития Есть ли он вообще И что порекомендуешь Во-первых Надо постоянно развиваться Это страшная галлюцинация Кому надо Почему он не развивается И где все эти люди Развивающиеся Так это пожалуй Первое заявление Такое да В нашем эфире Осознанно Да Да То есть Это непонятно Это как бы бег ради бега Похудение ради похудения Информационный винегрет в голове Значит и Мы живем жизнь И проживаем Одинаковое количество часов И все время В чем-то развиваемся Вопрос только Развиваемся ли мы в том Что нам полезно Или мы Становимся Мастерами сплетен Например там да Обсуждая на лавке С друзьями Как обстоят дела То есть все время Какое-то Мастерство чего-то Все время растет Возможно даже Мастерство деградировать Спрашивай Телеграм-канал Повтори свой Мой телеграм-канал Оптимизм предпринимателя Значит Мой трек развития Очень простой Во-первых Я считаю Что предпринимателю Все время развиваться Не нужно И вредно Как Как сказал Замечательный Значит Дрюкер У него есть такая Цитата Что Значит Не каждый менеджер Должен быть предпринимателем Но каждый предприниматель Должен быть менеджером Поэтому менеджмент Это то Что предпринимателю Необходимо учить Но если вы посмотрите Какие-то актуальные Как бы Ну информация По менеджменту Она вообще-то Примерно С 70-х годов Начинают все книжки Голдерта читать Портера И Менеджмент Он сильно Далеко Не продвинулся Поэтому Когда мы говорим Про постоянное развитие Теория Закончится быстро Вот Неплохо бы Просто деятельность Иметь по менеджменту Какую-то То есть Не по деланию Работы Вместо своих сотрудников Потому что Хочешь сделать Хорошо Сделал ты сам А именно По управлению Своими сотрудниками Это конечно Есть развитие Но чтобы Развиваться Как менеджер Надо Поменьше Ходить на обучение И побольше Все-таки Работать как менеджер У меня есть Простое правило Я либо Учусь Один раз в год На каком-то Большом обучении Которое Несколько месяцев Занимает И больше не учусь Все Я потом ухожу В переваривание Этой учебы В какую-то практику Прикладывать это В деятельность Либо Это может быть Два-три Небольших обучения За год Которые там Примерно по месяцу Длятся Это что касается Какой-то деятельности Профессиональной Что касается Деятельность Не профессиональной У меня есть Вот В этом году Я начал челлендж Мне очень нравится Я хочу продолжать У меня в каждый момент Времени должно быть Три каких-то Развивающих Ну будем говорить Тренировок Да Это конечно Физические упражнения Значит Потому что В здоровом теле Здоровый дух И домик для души Должен быть в порядке Вторые тренировки Это должны быть Интеллектуальные тренировки У меня Например Сейчас это шахматы До этого Был стольный Тейлинг Гой я не играю Ну люблю шахматы Так вышло Сторитейлинг Тексты писал Тоже могу Очень рекомендовать Классная деятельность Ну в общем Интеллектуальное Какое-то обучение Каждую неделю Чтобы развивалось мышление Каждую неделю Должно быть занятие Вот у меня там Раз в неделю шахматы Называются Ну погоди В календаре написано Что я Зайцев А преподаватель Фамилия Волкова У меня в календаре Написано Ну погоди Это мои шахматы И творческое Должно быть Творческое развитие Мне петь очень нравится Я хожу вокалом заниматься И иногда хожу В караоке В том числе Как психологическая Какая-то разрядка Вот физическое Интеллектуальное Творческое развитие Нон-стоп Мне кажется Должно идти Для гармонии какой-то В действительности Супер много времени На это Ну не надо выделять Это две тренировки В неделю И еще вот Одно занятие Вокал Одно занятие Шахматы В целом Можно найти время Вот такой вот Моя сегодняшняя конфигурация Слушай прикольно У меня еще больше вопросов стало Ну Можно В пару строчек Сказать про Маркетинг Как он может убить бизнес И нервы Очень легко вообще Но я тоже сформулирую Следующим образом Самое вредное Что есть в бизнесе Относительно Маркетинга На сегодняшний день Это склеивание Маркетинга И рекламы В одно Понятие Если мы берем Супер старые Знания Возвращаясь К тому что Не так все уж и сильно Развивается Там мы берем Знания 70-х годов Там был сформулирован Прекрасный Маркетинг Микс 4p Product Place Price Promotion Значит еще раз Продукт Цена Место Канал Мы можем и 8 Сделать Давайте хотя бы С четырьмя Разберемся Прежде чем к 8p Разберемся С четырьмя То есть продукт Место Каналы сбыта Каналы коммуникации Цена И непосредственно реклама Это все вместе И есть маркетинг Самое вредное Что может сделать бизнес Склеить это до рекламы И вот что чаще всего происходит Бизнес Фокусируется на рекламной деятельности Сливает бюджеты Сервисы Абсолютно Обесценивая И дисконтируя Деятельность По разработке своего продукта Что же там Ценообразование Ценовые стратегии Там тоже многое с чем позаниматься Что в каналах сбыта И самое простое упражнение Которое можно здесь сделать Я прям в эфире Его могу любому предпринимателю Сейчас сказать Вы просто возьмите На полгода назад Все задачки Связанные с маркетингом Вашей компании И в эти четыре корзинки Разложите Какие задачки Были связаны с тем Чтобы продукт улучшать Переупаковывать Что с ценой вы делали Ну кроме того Чтобы там ее На Валберес редактировали Ну грубо говоря Давайте Именно про осознанные задачи Да Ценовые стратегии Что вы делали там С каналами Кроме как карточки товаров Перерисовывали И что вы делали с рекламой И видно будет следующее Что 80% всех задач Связаны с тем Чтобы пушить подрядчика Как бы где получше Сделать рекламу Но реклама Это просто коэффициент Классного продукта Цены А давайте мы вот Вернемся через пару минут И собственно Здесь и продолжим Оставайтесь под серебряным Активный предприниматель Мы продолжаем Друзья У нас совсем немного времени Остается И надо Как-то Так сказать Как сейчас модно говорить Финализировать историю С тем Как маркетинг Может убить бизнес И нервы Степан Зайцев Основатель агентства Кит Соллер У нас в гостях Ну Мы как раз говорили о том Что Одна из главных проблем Это Не расщеплять Маркетинг С рекламой А дальше Вот Убивание нервов Происходит и Бизнес Ровно в том Что зацикливание В одной вот этой вот В одной части Маркетинга Которое Кстати Самое важное Сам бизнес Просто не делает Не она важная Реклама это важно Но как правило Ее делает бизнес Не сам Только крупный бизнес Сам делает рекламу У себя в инхаус И происходит Очень удобная конструкция Значит От кого Зависит что будет С продуктом Ну конечно Во многом От владельца И топ менеджеров С ценой Тоже от них Значит Канал избыта Конечно тоже от них Реклама Заказываем подрядчиков Весь фокус Внимание на это Все на подрядчиках И у тебя получается Страшная штука Когда ты сам Вот это не контролируешь Все вот это Подрядчикам отдал У них Если получаются Все рады Если не получаются Все не рады Но то что Надо делать Самим бизнес Не принимает И не делает Вот это вот задачи Да И там Продуктовые А то что Как бы надо делать Другим И вот Ты находишься В состоянии Что у тебя Вечно вокруг Вот эти плохие Рекламщики Они самые ужасно На свете люди И ты не присваиваешь Себе Ту часть При этом Если мы посмотрим На каких-то Да Супер Топовых Бизнесменов Не про Сырьевые Компании У нас 30 секунд Остается Да То они присваивают Себе маркетинг Они говорят Мы хорошо разберемся В маркетинге Что это такое Ну вот Поэтому надо просто Ей какое-то пожелание Можно и от воспитания детей Загнуться Если в этом не разбираться Так надо просто разобраться Пожелание короткое Слушатели Короткое пожелание Ставьте себе Хорошие осознанные цели Ура Степан Зайцев Основатель агентства Кит Соллер Был в гостях У Серебряного Дождя Спасибо огромное Степан За интересный разговор Сегодня я победил С вопросами Как обычно Ефир в ближайшее время Можно будет пересмотреть И переслушать На странице Серебряного Дождя В Дзене С Тимошиным Прощаемся До пятницы Осенью среда А меня зовут Дарья Гордеева И я вернусь В следующем часе А Гордеева вернется Пока Пока Илья